Друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале Сергей Трейсер. Опять мы по моим же, кстати, следам, по которым мы в прошлом видео ходили. Вон тропа идёт. Идём сейчас в мою землянку. Смотрите, кто с нами сегодня. Известные Полии. У тебя, кстати, прическа классная сегодня. Димон. Привет, ребят. И вон там где-то стоит Саня, Криосан. В общем, как я, ребята, говорил в прошлом видео, мы связались с Криосаном, и Криосан сказал, что сделает мне в землянке супер высокоскоростной интернет. Мы, короче, набрали с собой кучу разного интернет-оборудования. Взяли ещё немножко разных вещей. И отправляемся сейчас в земляночку. Если получится, сегодня даже тестовый стрим небольшой проведём. От тебя могу пообещать сегодня тепло в землянке. Я сегодня ответственно за еду, поэтому я буду ребятам готовить разные прибамбасы, которые едят сталкеры. Но отца не только интернет. А с тобой мы сделаем в землянке ветер и тепло. У-у-у. Какое тепло. Ничто так не греет в зимнюю пору, как хорошая еда и хороший греф. Вообще лучше всего землянки греют суперсус. Да, это я умею. Чё, 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 мой бозенька. Ладно, посмотрите, нема фаеров. Все фаеры кончились уже у меня. А зимой поставки... Саня, чё там по интернету? Какие предположения получатся у нас? Я тебе скажу так. Так что по интернету я думаю, что у нас всё получится. В 80% у нас будет достаточно скорости, чтобы стримить. В 20% у нас ничего не получится по каким-либо причинам. Но я думаю, что причин, что у нас не получится, нету. Потому что я взял на всякий случай своё запасное оборудование, если то её не потянет. И мы забацаем этот стрим прямо из землянки в Чернобыльской зоне отчуждения. А вот, кстати, смотри, то, что снег как-то, погодные условия, вода вот эта, она на сигнал как-то влияет? Обычно положительно влияет. Зимой всегда сигнал лучше. Не из-за снега, а из-за того, что нету листьев. Листья входят в резонанс частотой 4G и поглощают, поглощают сигнал довольно сильно. Когда листья попадают с деревьев, тогда, в принципе, всё работает очень даже классно. Я понял. Ну чё, погнали. А то у нас ещё, ребята, на самом деле, достаточно длинный путь. Не такой длинный, как мучительный. Всё, ребята. Это мы протоптали ногами. Всё, ребята, мы уже подошли к земляночке. Ну как, подошли ещё пару метров. Сусанин уже не раз был у меня в землянке. А Саня ещё не видел, да? Я ещё не видел землянку. Ты когда приезжал в прошлый раз, была только яма? Да. Тут вообще кардинально всё поменялось. У меня сегодня ещё один шанс согреть. Подогреть земляночку. Любой бункер можно найти по вентиляции. Всегда вентиляция палит. Когда в Белоруссии ещё в советское время самогонщики копали землянки и варили самогон, то они вентиляции на 10 штук разделяли и тихонечко выводили. Ну что, тут скрывай землянку. Она немножко раскопана, потому что мы, ребята, ещё вчера здесь были. Да, доставайте лучше сразу фонарик, чтобы можно было всё внимательно рассмотреть. Ого! А ну-ка, ну-ка, вскрыти, вскрыти. Вау! Всё там, всё там. О, такого не было. А что там снега столько, Серёг? Ну, слушай, дверь немножко промёрзла. Мороз минус 20 или сколько сегодня. Я как она седенела. Я вижу, но там тамбур ещё есть. А ну, подержи, подержи. О! Ничего себе, я не видел эти двери. Ребят, смотрите, какие кристаллы. А что там всё? Да, ещё одна дверь. Погребом пахнет, слышишь? Нет. Заходи, это сосна, запах сосны. Такой запах какой-то необычный. Чё, заходим? Давай. И... Ой, сорян. Заходи, сейчас Саня посветит. Друзья, у меня в руках сейчас айфон. Его выпускает компания Apple. Капитализация этой компании 1,2 триллиона долларов. Это как годовой бюджет России, наверное. И акции компании Apple то растут, то падают. И на таких скачках курса зарабатывает инвестиционная компания Avalon и их инвесторы. Эта инвестиционная компания вкладывает средства в современные технологии, акции, крипту и зарабатывает кучу кэша на этом. Вместе с Avalon уже зарабатывают более чем 455 тысяч инвесторов по всему миру. Инвесторам не нужно постоянно париться и анализировать рынок акций. Всё просто. Инвестируй и получай постоянный пассивный доход. Они доверяют этой компании, потому что она берёт все риски на себя и уже более пяти лет в деле. Каждый день с компанией Avalon ты будешь зарабатывать 1,3% к своему депозиту. Чтобы стать инвестором ничего сложного не нужно. Простейшая регистрация по ссылке в описании, которая займёт не больше одной минуты. Она намного больше, чем на видео. Ты шо, конечно. Она просто огромна. А запах-то какой-то здесь. А-а-а. Класс. Что-то мне казалось, что она как минимум в два раза меньше. Здесь немножко я уже разобрал вещи. Взял пару таких коротышей верёвок, немножко снаряги. Потому что сегодня с помощью снаряги я буду лезть на дерево, чтобы установить вот эту антенну. Но всё-таки мою, Сань, да, антенну будем использовать, чтобы интернет был. Думаешь, она всё-таки надо... Попробую твою, если шо, у меня есть запасы. На всякий случай вдруг не заработает. Она у меня не работала всё-таки. А что мы с ней сделаем, чтобы она работала? Я вначале здесь, прямо в землянке, проверю настройки, чтобы всё было чётко. И потом правильно её нужно будет направить. Поляризацию соблюдать, антенну, чтобы не клевало ни вниз, ни вверх. И повыше закрепить, да? Да, закрепить выше верхушек деревьев. Только там интернет может пролетать с высокой скоростью. Потому что там нет отражённого сигнала, только прямой. Это очень важно для стрима. Я понял. Ребята уже тут поляну разложили. Сейчас перекусим немножко с дорожки. Да, главное в лагере организовать все работы. Мы будем с Сусом заниматься едой. Нет, Сус занимается огнём. Сус по огню самый главный. Да, я занимаюсь с едой. Что у тебя в руках такое огненное? Ну, как всегда, в огняр. Кстати, ребят, честно, я даже не знал, что там название в огняр. Это реально в огняр. Очень острый походу соус. Так, ну что, берём дрова сейчас немножко нарубим. Сейчас, я чуть отдышу, помокрый. Сейчас, две минутки, пойдём. А дрова здесь прямо лежат? Да, я вон заготовил, смотри. Чтоб удобно было спишь, топишь. Вообще же картос. Сус, что ты делаешь? На голову, думаю, засуну или нет туда. Чёрный волос на лесу посыпалось уже. А, эту заслонку, бляла. Духи твои, на голову это вот. Что, Сус, у тебя получится разжать? Ё-моё. Я помогу посыпать духов задобрить. Андрюха, у тебя получится разжать? Лёгко, у нас бензин на сколько. А это бензин, а что он розовый? Он с маслом развешенный для бензопилы уже. Нормально, на пол разлил. Ты чтоб не пахнуло, а то сейчас лысый будешь. А как мы тушить будем? Не, на морозе оно плохо вообще горит бензин. Нормально он горит, сейчас увидишь. Бутылку подальше, наверное, надо забрать. Да всё, чиркай, пока не заберёшься. Опа, чёрный. Саня говорил, плохо горит. Торшу на полу не загорелся. Всё, кидай скорее дрова. Смотри, горит. Ня-ня, землянка горит. О, сейчас будет колка дров. По-сусановски. По-сусанячий. Смотри, это аварийный топор, смотри. Да, я знаю, что там аварийный. Сейчас кому-то в голову. Блин, ну табуретку не ломай, ё-моё, сусь. А на тебе надо ещё? Конечно, я же её специально делал, чтобы жопой сидеть. А, да вот я сжечь хочешь. На полу руби лучше. Да, ну честно, она такая маленькая, что-то мне кажется, она не на топе. Маленькая да ударенькая, она очень хорошая. Смотри, вот тут топка получается, вот такая маленькая. Вот это всё дымоход. И от дыма, короче, нагревается вот это всё. А ты правда за один вечер в интернете посмотрел, как их класть, так и склал? Да. И ни разу не делал раньше. Вообще ни разу не делал. Короче, смотри, даже вот эти штуки я не мог их ничем отрезать, потому что у меня ничего с собой не было. Это для красоты. Да, и для того, чтобы дверку вставить, я вообще топором там шлифовал такие зазоры, чтобы, короче, ну у меня даже не было чем кирпич резать или ломать. Поняли, ребят? Чтобы сложить печку, вообще не надо учиться на печниках. Один раз видео посмотрели в ютубе и складывайте. Ну, правда, видно, как она ровно получилась, вот такая кривая и получится. Ну ничего, зато душевно. Серёга, это конфеты с нового года ещё? Да, с нового года ещё. Все конфеты стоят. Вон конфета, ёлка. А то конфета? Да. Я думал, это игрушка. Она это, зефир безе. А Дед Мороз тоже съедобный? То есть свечка. А машинка? Машинка пластмассовая. Прикол. А труба какая моднячая. Это специально, чтобы, короче, пожар не случился, вишь, она же соприкасается. Что-то не подгорело. Всё продумано у трейсера, видите-ка. Да, это уже одна землянка сгорела. Матрасов нету. Ты специально спрятал? Или ничего нету? Не, мы... А, спальник сюда. Спальник, да, потому что если здесь что-то будет находиться, зимой оно отсыреет и потом неприятно будет. То есть весной уже можно занести, оно постоянно тут будет. Подушки, ну, с пятой и десятой. Да, тут, кстати, надо ещё дооблагородить. Она очень горючая, лучше срезать. Да, мы срежем это всё и зашьём. Это просто ещё как бы всё на стадии строительства. Кстати, ребята, вы писали, что места мало в землянке. Смотрите, нас тут четверо. Да тут можно танцы танцевать. Я думал, мы не сможем тут стрим делать, просто места не хватит. А ты какой-то можешь усанячий танец показать? У тебя есть какой-то там козырный такой? Именно лично твой. Не, не, мама, его нет. Ну, ладно. Круто, круто. Так, ну что, Сань, будем приступать уже интернет делать. Да, панели, ребят, всё, мы доставим всё оборудованием и начинаем всё настраивать. Всё, мы падим. А мы падим дальше. Короче, ребят, мы начинаем устанавливать антенну Серёге. Вот такая вот 4G LTE жирная панельная антенна. Но, вот что меня смущает, слушайте. Слушай, меня это всю дорогу смущало, она в машине тарахтела. У меня такое чувство, что она внутри оторвалась и там нет контакта. Потому что Серёга сказал, что с ней, что без неё абсолютно одинаково для него ловит интернет. Меня это очень смутило. Смотри, нового Салахвания ещё. Она ещё в кровопад. Вот мы сейчас плёночку сняли. Сияет всё. Так она красивая. Она красивенькая такая. Ну, блин, отверточка есть, давай вскроем. Давай вскроем, посмотрим. Я просто не вскрывал, потому что я не разбираюсь в этом. Ну, просто вот эти по периметру открутим, посмотрим, как не оторвалась спайка. Ребят, ну, еле раскрутил эту антенну. Всё, скорее, она собиралась где-то у нас в каком-то гараже. Это даже не китайская. Здесь даже бренда никакого не написано. Это ноу-бренд. Ну, не факт, что это плохо, кстати. Да, не факт, что это плохо, но я не могу снять. Мы сейчас вскроем, и, короче, Саня скажет. Вот ещё, мне кажется, вот эти винтики нужно открутить. Не факт, сейчас мы это увидим. Надо попытаться вскрыть, потому что она очень плотная. Только не сломай её. Гады её заклеили ещё. Её сейчас расклеим, сейчас герметично. Я потом герметично промажу её. Да то, по идее, ничего не должно влиять. А не внутри что-то делать, скорее всего. Она на силиконе, короче, блин, я не хочу её сломать. И пластмаску не сломать. Не, это колхоз здесь, ребят. Всё склеено. Такое чувство, что собирали. Но китайцы так не делают. Вообще, на заводе такого никогда не делают. Ты ножом никакой проводок не заденешь? Да нет, смотри, они там. Блин, там всё болтается. Такие сопли, ё-моё. Вот чё оно звенело, блин. Оно, внутри бы лучше пантену хорошо закрепили, чем корпус заклеили. Ну, понятно, они старались, чтобы вода не попадала. А если мы сейчас разрежем, мы не нарушим герметично? Да нет. Да, мы потом же нормально... Мы ещё её потом же снимем, типа. Герметизация. Естественно, если бы она не тарахтела, мы бы её не вскрывали. Ну что, смотрим? Давай. 4G LTE. Опа! Они погнуты, их нельзя на миллиметр даже сдвигать. Вот это уже, ну, оно не может нормально работать. Сейчас проверим пайку. Да, ребят, ну шо это вы посмотрите? Это... Тут точность важна до миллиметра, понимаете? Смотрите, как оно всё перекошено. Оно не может работать. То есть, поэтому оно и не работало. Да, если кто будет собирать, обязательно собирайте так, чтобы не было таких изгибов. А мы сможем это сейчас исправить? Не может работать. Ну, мы попробуем, насколько это возможно его выгнуть. Но я увижу, что... Блин, оно даже вот так кривое сотрю. Слышишь, оно по качеству работы, оно не может работать, как оно должно работать. Оно, короче, видишь... Да, вы что, тут и провода припаяны неправильно. Ё-моё! Короче, я не хотел этого делать, но я специально найду... Опять, она не может работать, я уже бракую её. Это брак. Я специально найду сайт, на котором я покупал. Они, короче, полностью специализируются по разным антеннам, всяким примочкам для усиления сигнала. Короче, вот я, ребят, ссылку оставлю. Большое вам спасибо. Показываю брак. Смотри, одна закреплена правильно, она прикручена. Видишь элемент? Да. А здесь он не прикручен ни на чём. Что это? Оно не может работать никак. Короче, мы будем пробовать как-то без антенны запускать интернет, но она работать не будет, я тебе точно говорю. В лучшем случае она будет работать так же, как без антенны. В лучшем случае. В худшем она будет только ухудшать приём. Даже так? Короче, да. Может даже ухудшать? Ухудшать будет, да. Ну, оно будет пропадать. Вот тут оно не пройдёт через кабель, вот в этом месте сигнал уже погаснет. Капец. Блин, ну, ребята, мы так старались сюда дойти, через эти сугробы вонючие, а тут у нас антенны не работают. Ну, спасибо большое вам, наверное. То есть, это не то, что как бы партия такая, это просто, ну, такая сборка. То есть, это изначально такой подход. Даже вот отсюда видно, вот оно всё какое-то выгнутое. Тут точность до миллиметра важна. Оно вообще всё вот так гуляет. Даже самодельные, которые мне присылали, изготавливали подписчики, они были изготовлены более ровно, чем вот эта вот типа заводская. Я не представляю, на кого это рассчитано сделано. Если это как бы, ну, уличный Wi-Fi, именно, ну, роутер, промышленный, грубо говоря. На кого же это рассчитано? Антенна, антенна. На кого же это рассчитано? Теперь понятно, зачем они заклеили её так тщательно, чтобы никто не вскрыл и не посмотрел. Я думаю, что всю дорогу звенит? Да ну, вот так всю дорогу. Да. Ну, идём оно, ну, понятно, что... Они ещё даже вот подушечки наклеили, но оно не спасает, короче. Не, они надеялись, что оно зажмёт, типа. Но оно всё равно уже... Но оно всё такое косое, что даже подушечки не поможет. Короче, что, Сань, давай план Б по-твоему будем делать? Попробуем без антенны сейчас. Просто сам роутер, да? Пускай она пока стоит, на всякий случай. Если что, мы попробуем, может её ещё оживить, в крайний случай. Ну, сейчас попробуем сам роутер. Или всё-таки рискнём с антенной попробовать? Ну, давай уже, что терять? Что терять уже? Короче, делаем с антенной, на скотче просто сейчас изолентой всё закрепим, чтобы она не болталась. Хоть как-то её попробуем оживить. И пробуем, как она работает. Погнали. И заказали где-то же, что они вот эти коробочки пластиковые. Это же где-то в гараже сидят, клепают их, клеят. Представляете, ребят? На 3D принтере где-то. Случай какие-то, ну... И вообще, ребят, я вам не рекомендую никогда покупать No Name, даже если цена дешевле. Лучше купите какого-нибудь известного бренда или хотя бы неизвестного бренда антенну. Она у вас уже... Хоть кому-то вы можете тогда жалобу подать. А так кому жаловаться? Это вообще... Ну, ничто. Деревня дедушка. Без имени антенны. Реально так привлекательно сайт выглядел. Знаете, он выдавался первый в поиске, блин. Я смотрю, ребята занимаются сугубо вот этими антеннами. Ну, не только такими, там у них разные есть. Я как-то, знаете, даже подвоха не почувствовал никакого. Думаю, ну, блин, что они кидать меня будут. Короче, берегитесь. Ссылочку я в описании оставлю и выведу на экран. Короче, не покупайте на этом сайте ничего. Делайте ложные заказы и не забирайте на почве. Что ты, Саня, говоришь? Делайте ложные заказы, но не забирайте на почве. Пускай они поймут, что они плохим делом занимаются. Ну, Саня пошутил. Вы такого, ребята, лучше не делайте. Делайте, делайте. Ну, это пакость будет большая. Они, конечно, заслужили ее, но такого делать не надо. Я назад не собираюсь. Что-то наша печка не разгорается. Дрова, наверное, мало-сырые. Так, ребят. Ну, что, в общем, у меня есть еще маленькое подозрение, что в роутере вот эти разъемы, они, может быть, не заводские, но мы проверим через интернет в этой модели. Скорее всего, уже на экране написано, заводские это разъемы или не заводские. Да, не заводские. Такое чувство, что их высверлили. Если сами высверлили, то это вообще... Это плохо, все, скорее, они работать не будут. Короче, соединяем провода. Еще меня смущает, что провод RG58 коаксиально, он слишком тонкий. То есть, для такого сигнала обычно используют толстый провод. Такой, как телевизионный должен быть на толщине. А он какой-то подозрительно тонкий. То есть, на этом тоже могут быть большие потери. Пробуем. Сейчас все это соединим. Даже вот как-то разъемы, когда их соединяешь, они болтаются. Тоже меня это смущает. Все, все готово. Вставляем пиктейлы. Пиктейлы это вот этот переходничок тоненький. Вертикальная поляризация, горизонтальная. Многие спрашивают, какой куда вставлять. Я скажу, что не играет никакого значения. То есть, их можно местами путать. Это не влияет на качество работы. По идее, сейчас все должно заработать. Даже если он будет здесь находиться, антенну мы просто выкинем на улицу. Пока мы ее не будем сильно поднимать, чтобы проверить. Все должно заработать. Пробуем, тестируем. Ребята, первые тесты провели с Аней. В общем, ребят, есть такое приложение. Даже не приложение. Просто заходишь на страничку 192.168.8.1. Мы попадаем в роутер. Я вначале проверил, как этот роутер работает. Без антенны, то есть полностью отключенный был. За счет того, что зима и нету листьев на деревьях. У нас ловит он одну палочку и скорость 1 мегабит в секунду. Прямо здесь на земле создает роутер. Потом присоединил к нему антенну. И знаете, что я обнаружил? Что с антенн он вообще ничего не ловит. Мы его спрятали, чтобы он своей антенной не тянул. Да, я его опустил туда вниз. Вот так вот. То есть антенна только все ухудшает. Смотрите, вы видите сколько палочек? Их просто нету. ЛТЕ ни одной палочки. То есть по факту она ухудшает. Почему так происходит, я думаю, вам уже понятно. Потому что антенна колхозная. И в ней что-то явно неправильно собрано. Сигнал она вообще не пропускает. Блин, зачем таким товаром торговать? Я вообще не понимаю. Дурят людей. Просто пользуются тем, что человек купил и не понимает, что на ней работает. Думают, что он дурак. А на самом деле его взяли и обманули. Ну да, ты же на почте не проверишь, вот как я. Ты взял, короче, и все уже. Короче, это чисто, вот не знаю, развод на деньги, не знаю как. А за потраченное время вам уже вообще никто не заплатит. Да, честно, вот даже не так обидно, что я вот там 3200 или сколько за этот весь набор заплатил. Как более жалко то, что я вот уже, ребят, второй раз приезжаю сюда проводить интернет. Теряю время, как бы. Вот, даже сейчас вам продемонстрирую. Выдергиваем антенну. Сдуваем снег, чтобы он нам не мешал. Ни одной палочки, видите, нету. Ни одной. Ждем какое-то время. Ждем, 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 ждем. Говоришь, он тут цвет поменяется. Вот я его просто выдержу в руках. Видите, открытое пространство. Ну, он, конечно, очень долго думает. Давайте чуть-чуть ускорим процесс, чтобы он долго не думал. Просто зайду в этот. Так, давай, 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 что ты так тормозишь. Спид-тест. Так оно просто быстрее активируется, когда начнем мерять. Держу вот так рукой, не прикрываем, потому что тело человеческое поглощает до 70% сигнала. И мы видим, что уже пошел спид-тест. Три, даже три он сейчас поймал. А с антенны вообще ничего не было. Поднимаем его так, Серег. Да, подожди, она передача, сколько сейчас будет? Будет мало, потому что высота низкая. Давайте посмотрим, сколько палочек. Блин, волнуки из этой антенны. Он меряет, а мы смотрим, сколько палочек в этот момент. Сейчас обновим. Обновляем, обновляем, обновляем. Приложение. Не одной. Все равно не одной. Это нормально, просто там сус сейчас растопил печку. Но при этом продолжаем замер скорости. И у нас 0,3 на отдачу. А нам надо на отдачу пятерку. Это минимум, чтобы стрим работал. Но сейчас мы этого добьемся. Поднимаем вверх. Какой-то результат есть. Ну, в принципе, такой был и прошлый раз. Я надеюсь, что сегодня у нас что-то немножко лучше будет. Потому что, кстати, да, прошлый раз, когда я вот этот тест замерял, ребят, я антенну поднимал вверх, а не роутер. Сейчас еще попробуем роутер поднять. Но чтобы поднять роутер, надо где-то под вот этим снегом, смотрите, почти по колено, найти палочку. На которой мы, собственно, это все дело крепим. Блин, вон обидно с этой антенной, мудаки. Реально, не так даже денег жалко. Хотя тоже немало они дерут за это все. Оно еще при этом не работает. Как больше жалко потерянного времени, ребята. Так, я не знаю, как тут ногами искать эту палку. Это вообще нифига не чувствуется. Друзья, спрашиваются, чего в Украине так плохо живет? Говорят, почему бизнес так плохо идет? Ну сделайте один раз качественно. Пять миллионов людей смотрит. Посмотрит пять миллионов людей и скажет, класс, да никакой рекламы не надо будет. Сделали говно. А потом говорит, бизнес не идет. Да, конечно, он не будет идти раз такую ерунду выпускать. Безборядок, бардак. И так и будем плохо жить. Говорят, чего дурны, бобидны, чего обидны, бодурны. Есть такая пословица в украинском. Очень хорошо сказано. Там в школе постоянно нам говорили, чего дурны, бобидны. Все, бидны, бодурны. Так и будете всю жизнь в землянках сидеть и жить тут. Без интернета. Без интернета. Не, ну в землянке потусовать это одно, но жить тут. Не, интернет в любом случае, ребята, будет. Мы добьемся и интернет будет. Потому что без порнхабов в землянке некуда деваться. Че дерьмо мужикам? В общем, ребята, решили просто роутер примотать к такой вот палке. Да, и тестим, что у нас получилось. Пока троечка. Ну, пускай он чуть-чуть антенну сейчас найдет. Примерно так же, кстати, да. Ну, блин, надо место другое искать, я тебе скажу. Так, и самое главное, самое главное на отдачу сколько? О, на отдачу уже получше. Уже двойка. Это уже лучше. Но нам надо, ну, желательно пятерку. Минимум тройка. Ну, желательно пятерка. Ну, что, ребята, решили исходить из того, что есть. Антенну, можно сказать, выкинули. Хотя не выкинули, она есть. Она у меня останется. Не знаю, что с ней делать. И решили просто роутер поднять повыше. И я вам скажу, стало лучше, чем было с антенной. В общем, Саня уже сейчас тестовый стрим на канале Криосан запускает. Ну, скорее всего, когда вы смотрите это видео, стрим уже давно закончился. Да, извините, если чуток притормаживает. В принципе, это Чернобыльская зона. Здесь интернет не такой быстрый. Ну, что, ребята, сегодня пройдет тестовый стрим. И в дальнейшем, я надеюсь, что у меня все-таки получится моя мечта. Запустить полноценный вечерний стрим на несколько часов. Ну, и еще раз, ребята, хочу напомнить про компанию Avalon, с которой можно зарабатывать надежно, стабильно, безопасно 1,3% в сутки. Ссылка на которую в описании. Так что переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Что, ребята, я вам скажу, стрим удался. Не могу сказать, что стрим был хорошим. Потому что скорость была отвратительная. Была бы хоть какая-то антенна, был бы нормальный интернет. Но антенна не работала вообще. Мы зашли в спецрежим специальной настройки роутера. И, как бы, там кое-что подшаманили. Но на отдачу скорость была 2 мегабита. То есть, даже на стриме Саня Теста вам поставил полторашку битрейт. И, как бы, все равно все лагало. Картинка дергалась. Звук, короче, пропадал местами. Я еще позвонил в этот интернет-магазин. Я, конечно, не надеялся, что они у меня хотя бы антенну эту примут. Но просто для того, чтобы вам продемонстрировать, как вот некоторые люди работают. Изначально продают дерьмо. А потом говорят, ну, ребята, это уже ваши проблемы. Короче, как вы поняли, между строк меня послали красиво на 3 веселые буквы. Так, ребята, вот тут у меня на фоне монтаж видео. Практически закончился. Вот на фоне сайт, на котором я это все дело покупал. И давайте позвоним им сейчас и обсудим, что нам делать с антенной. Алло. Здравствуйте. А я у вас где-то месяц назад покупал набор роутер, провода и антенны. Такая прямоугольная, белая, с надписью 4G LTE. Смотрите, дело в том, что она все время звенела. Я не мог понять, что происходит. И роутер без антенны лучше принимал сигнал, чем с антенной. И, как бы, там человек, который разбирается в этом всем деле, он ее вскрыл. И там, получается, ну, геометрия нигде не была выдержана. То есть, она во всех плоскостях кривая была. И, ну, то есть, я не знаю, либо ваша антенна и спайка там, короче, какая-то неправильная, он сказал. Ну, получается, что антенна не работала. И я хотел спросить у вас, что мне с ней делать. Ну, если не прошло 16 дней, можете вернуть. Ну, прошло уже. Я просто, дело в том, что не разбираюсь в этом вопросе. Мне нужно было время, чтобы понять. Хорошо, второй момент. Если бы вы ее не вскрыли, то вот еще бы это обсудили. Тогда бы вы ее вскрыли, поэтому... Ну, а зачем вы продаете, как бы... То есть, она вообще по технологии неправильно собрана, неправильно сделана. Зачем вы такой товар продаете? Ну, вам не помогает, другим людям помогает. Ну, как он может помогать, если он сам по себе криворуко сделан просто? И он не может работать. Ну, если бы они были неэффективны, они, наверное, не продавались. Ну, может, вы просто мошенники, поэтому продается у вас. Ну, если мы работаем 10 лет на рынке, это не значит, что мы мошенники. Ну, тогда, с вашего позволения, я сниму видеообзор и оставлю отзыв где-то на Ютубе, если вы не против. Пожалуйста. Все, до свидания. Скажу так вам, ребята. Я на эти деньги, что меня, будем говорить, кинули, потому что реально кинули. Вообще ни капельки не обеднею. Для меня это небольшие деньги. Но есть люди, которые живут там, бабушки, дедушки в селах. И сейчас реально интернет всем нужен. И они покупают у них вот такую штуку-дрюку, и оно не работает. А люди там, возможно, даже последние деньги тратят. Ну, я реально куплю нормальную антенну. Мы еще раз протестим. Я думаю, что получится хороший, полноценный стрим. В общем, ребята, если меня кто-то смотрит, работники каких-то подобных магазинов, напишите мне где-то на почту, предложите нормальную антенну. Я куплю ее. Либо хотите, можем посотрудничать. То есть, это там по бартеру вам чуть ли не бесплатная реклама будет. Так что, короче, пишите на почту, где можно купить. Ну, либо сами предлагайте за рекламку. А с вами, ребята, был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Надеюсь, что совсем скоро уже будет стрим «Земляночка».